Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. И при этом эмоциональное насилие в стране растет, становясь наиболее распространенной формой жестокого обращения с детьми. Эксперты по психическому здоровью призывают повысить осведомленность о скрытом ущербе, наносимом эмоциональным насилием и его глубоком влиянии на жизнь молодых людей. Подробности в материале новостной службы SBS News. Австралийские дети сталкиваются с большим количеством эмоционального насилия, чем когда-либо прежде. Новое исследование показывает, что это стало самой распространенной формой насилия над детьми в стране. И тем не менее, только половина австралийцев сообщат властям о своих опасениях по поводу предполагаемого насилия. Генеральный директор Act for Kids доктор Картрина Лайнс считает, что существует острая необходимость пролить больше света на этот тип насилия и его влияние на детей в стране. Эмоциональное насилие может быть столь же разрушительным, как и физическое, однако часто оно остается незамеченным. Эмоциональное насилие является одной из пяти признанных форм жестокого обращения с детьми. Поэтому очень важно повышать осведомленность, поскольку признаки и симптомы могут быть не столь очевидны, как физическое насилие или пренебрежение ребенком. Эмоциональное насилие – это модель поведения, которая наносит ущерб чувству собственного достоинства ребенка, влияя на его эмоциональное развитие. Оно, помимо прочего, проявляется как постоянные крики, ругань, оскорбления, угрозы и критика ребенка. Исследование Act for Kids показывает, что этот тип насилия является наиболее распространенным типом жестокого обращения. 57% из 45,5 тысяч опрошенных австралийских детей подтвердили, что подвергались насилию в период с 2022 по 2023 год. И более половины респондентов в возрасте от 14 до 17 лет стали свидетелями эмоционального насилия в школе. Исследование также показывает, что 87% австралийцев согласны, что эмоциональное насилие является серьезной проблемой в стране. Однако 9 из 10 недооценивают распространенность жестокого обращения с детьми. Один из пяти австралийцев не признает, что лишение любви и привязанности является формой эмоционального насилия. Доктор Кей Пикеринг, исполнительный директор по работе с клиентами организации Act for Kids, говорит, что исследование вызывает тревогу, поскольку эмоциональное насилие может иметь долгосрочные негативные последствия для благополучия детей. Эмоциональное насилие может влиять на детей на протяжении всей их жизни. Оно подрывает их от самооценку. Оно может повлиять на их успеваемость в школе, если детям постоянно говорят, что они недостаточно хороши. Или им дают негативную информацию, унижают и стыдят, что может повлиять на их способность действительно хорошо учиться в школе. А это, в свою очередь, может повлиять на их уровень образования и на их трудоустройство в будущем. Эмоциональное насилие также может вызвать тревогу и депрессию, которые могут оставаться с детьми очень долгое время или на протяжении всей их жизни. Исследование жестокого обращения с детьми в Австралии ACMS, проведенное в 2023-2024 году, показало, что 30% австралийских детей подвергаются эмоциональному насилию в возрасте до 18 лет. ACMS – это знаковое австралийское исследование распространенности жестокого обращения с детьми в стране. Дэвид Лоуренс, профессор психического здоровья и участник исследования жестокого обращения с детьми, говорит, что отчет показал воздействие сексуализированного насилия аналогично воздействию эмоционального насилия. Мы обнаружили, что люди, подвергшиеся сексуализированному насилию и люди, подвергшиеся эмоциональному насилию в частности, с наибольшей вероятностью впоследствии будут испытывать депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность, с большей вероятностью будут наносить себе увечья и употреблять психоактивные вещества на протяжении всей жизни. И когда мы рассмотрели относительный вклад каждого из типов жестокого обращения, мы обнаружили, что эмоциональное насилие и сексуализированное насилие были почти в точности равны с точки зрения силы связи с неблагоприятными исходами факторов риска на протяжении всей жизни. Профессор Дэрил Хиггинс, директор Института исследования защиты детей в Австралийском католическом университете, говорит, что отчет ACMS показывает, что эмоциональное насилие является основным фактором кризиса психического здоровья в Австралии. Поэтому ранняя профилактика важна. Мы должны прекратить притворяться, что жестокое обращение с детьми – это неизбежное явление. Что мы просто отправили машины скорой помощи на дно обрыва и устранили беспорядок, как только дети были направлены в установленный законом отдел защиты детей. Это слишком мало и это слишком поздно. Мы на самом деле должны проводить в жизнь программу профилактики и использовать те стратегии, которые, как мы знаем, работают. Например, предоставить родителям доступ к программам воспитания, основанным на фактических данных, и поддержку, чтобы они могли опираться на эти надежные источники информации, такие как учителя, врачи и воспитатели детского сада. Чтобы они имели возможность доносить сообщения о том, что работает, и помогать и поддерживать родителей, чтобы они делали все возможное для воспитания детей способами, которые сосредоточены на эмоциях и не причиняют вреда. Репортаж Ома Белла команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Репортаж Ома Белла команды SBS